Рейдовые мероприятия на реке Бадам для специалистов городского департамента ПОЧС действия привычные. Однако, несмотря на систематичность профилактической работы, несчастных случаев избежать не удается. Не прошло и недели, как воды бурной реки унесли жизнь 32-летнего жителя Туркестанской области. Поэтому, как сохранить жизнь и здоровье при купании, офицеры службы спасения городского департамента ПОЧС разъясняют сразу на местах. Цель нашего мероприятия – разъяснение жителям города об опасности купания в неприспособленных местах. Такие мероприятия мы проводим на постоянной основе. Мы стараемся донести до сведения родителей опасность купания и детей на диких пляжах. Сегодня мы провели разъяснительную беседу с детьми, которые купались в реке Бадам. При виде съемочной группы дети, купающиеся в реке, стараются скрыться от видеокамеры. Я знаю, что здесь купаться. А почему купаешься? Негде больше. Купального сезона зарегистрировано 4 несчастных случая на воде. Двое из утонувших – это дети. Двое взрослых утонули в реке Бадам. В местах стихийного купания у нас – это в основном река Бадам и река Сарамсо. Начиная с 1 мая мы проводим в неделю по 2 рейда. А в особо жаркие дни, когда 40-35, мы проводим ежедневно. Поэтому были розданы предписания. На данный момент, как можно сказать, слава Богу, у нас нет случаев, когда дети пострадали. Но у нас пострадало 2 человека. Это один утонул в мае месяце, один в июне. Взрослый по 30 лет. Спасатели городского департамента ПОЧС намерены проводить профилактические мероприятия до конца купального сезона. С мая спасатели в Шымкенте провели более 200 рейдов и мероприятий, в ходе которых жителям города были разъяснены правила безопасного купания на реках и водоемах Шымкента. Продолжение следует...